приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут анжелика в этом видео хочу вам показать свои работы тем чем я занималась в последнее время после того как я выпустила свое видео у проектных сумочках я обещала что я уже шить не буду но я немножко ошиблась в этом потому что я принялась вязать свой желтый свитер села спокойненько и думаю надо его все-таки закончить потому что мне все-таки перед своим внутренним я уже даже стыдно я настолько долго уже не то что я его вижу просто отложила никак у меня не доходят руки до него там осталось буквально немножко я выхожу на финишную прямую поэтому я решила сесть и связать этот свитер но в комментариях мне девчонки попросили пошить еще сумочки две потому что понравились и я не смела отказать поэтому я пошел эти две сумки и решила что все я уже как бы буду теперь заниматься вязанием потому потому что я поэтому очень соскучилась и у меня в голове стоят в очереди проекты по вязанию есть даже образцы которые они у меня уже сложены с моточками с образцами с расчетаны и готовы просто процессу вот но и в комментариях девочки просили что не успели купить некоторые потому что их было у меня очень мало сумки и девчонкам понравилось понравились я решила когда пошла в магазин в очередной раз за флизелином так как мне его не хватило для сумочки я увидела что там новый привоз тканей я конечно не удержалась моя муза опять на меня нахлынула и я решила что я еще куплю немного ткани и выполню 4 серии если у меня конечно еще пару запасиков вот но я решила что в этот раз я пошлю 4 серии в каждой серии будет по три сумки разных размеров высоты ширины и так далее я сейчас вам покажу все вязание в этом видео не будет я сама скучаю по вязанию немножечко наберитесь терпения те которые вяжут ну а сейчас проектные сумки покажу немножко поподробнее и расскажу почему я все-таки не смогла удержаться вот такая вот замечательная ткань я когда увидела эту ткань она мне просто поразила и настолько она многообразная очень много разных здесь рисунков глазу есть на чем остановиться и мне пришла идея выполнить в трех позициях именно вот такие сумочки такую серию назвала ателье мод и таких сумочек дня три на данный момент 1 уже продана это шоколадный ателье вот такой симпатичный шоколадный оттенок внизу и очень-очень светлые внутри подклад в этой серии я выполнена выполнила аналогично так как и во всех два кармашка обязательном порядке идут вот такие вот колечки для маркеров и вот вы понимаете что когда ты заходишь в магазин ты конечно не можешь удержаться я вот посмотрела каких можно разных выполнить сочетаниях эту ткань и настолько она чудесная я не удержалась я думала что даже если на продажу я себе такую выполню потому что такой сумочке можно спокойно хранить те кто увлекается вышивкой свою вышивку кто вышивать на пяльцах например да и негде хранить довольно таки она такая высокая объемная вместительная в этой песочный светлый оттенок подклада также кармашки как и во всех в сочетании идут молнии очень так симпатично выглядит вот в таких трех композициях шоколадная вишневая ателье и вот песочная очень такое светлое меня девочки просили чтобы сумочки были разных оттенков так как у всех вкусы разные здесь есть что разглядывать и моточки и ножницы и клубочки и манекены и пуговки кстати я вот разглядывая такую пуговку почему-то мне пришло на ум где-то было покрупнее вот здесь вот просто прошить нитками шоколадными или красными тоже было бы замечательно такой некий декор ткани здесь ткань идет под замшу эту сумочку уже девочка выкупила для всех вот этих светлых тканей я выполнила такие язычки для того чтобы было удобно закрывать и при максимальном открывании не пачкались светлые ткани вот в такой симпатичной композиции мне настолько понравилось и насколько можно обыграть одну ткань разными оттенками вот это была первая ткань которая мне бросилась глаза это была новая коллекция в магазин если бы я бы не зашла за флизелином то естественно на этом у меня бы все закончилось я бы сейчас сидела бы преспокойненько и вязала бы свой желтый свитер наконец-то бы я его закончила потому что мне конечно очень хочется уже давно носить но как видите почему-то образуются всегда какие-то другие внеочередные работы вот и каждая сумочка по-своему симпатична это для тех кто не любит маркой одно вот вишневая кто любит яркая красненькая очень не нравится сумочки по цвету как получились на любой вкус кто любит светлые темные ну естественно когда ты заходишь в магазин ты начинаешь пробегать глазами по всем полкам на которых рулоны вот так вот прямо смотаны этих тканей и они настолько разнообразные что глаз все равно да на чем-то останавливается естественно я все там разворачиваю смотрю сразу у меня приходит в идею идея в голову как можно выполнить в какой интерпретации до ткани составить и так как просили меня девочки очень много светлых тканюшек я выполнила еще одну серию которую я назвала баттерфляй так как здесь очень такие замечательные бабочки их тоже три они разных размеров и ширины и глубины то есть все абсолютно вот эта ткань идет как под самшу она очень мягенькая тоже для тех кто не любит марки марки марка дно но за счет светлого верха очень гармонично смотрится и чтобы она не была сильно мрачная грустная вот внутри такой нежно-розовый цвет здесь аналогичные тут карманы и маркер для маркер для этих колечка для маркеров вот подклад очень симпатичные здесь так как эта сумка огромная то есть она больше широкая чем высокая и тоже таких два из очка для того чтобы было удобно открывать не пачкалось при закрытии да можно было держать и открывать и закрывать именно за вот эти у меня дочь их называет ушками я их называю язычками но по-разному можно как хотите то есть вот такая вот симпатичная в тон бабочек очень светлый оттенок очень красивые у бабочек вот такие прожилки золотые золотого цвета вот такая симпатичная розовая она идет немножко уже но повыше для тех кто любит более такой высокий высокую сумочку здесь также такой язычок симпатичные в данном случае здесь один потому что есть вот такой темный цветочек который тоже как бы можно использовать для того чтобы вот вот когда закрывая чтобы не трогать за светлая в этой сумочке только один язычок я думаю вполне этого достаточно так как это нежно-розовая то и внутри вот такой вот замечательный тоже подклад здесь также два кармашка это очень такая легкая воздушная все названия и размеры я написала девочки заходите в контакте смотрите и вот это вот самая-самая светлая из всей коллекции из всех вот серий которые я выполнила настолько здесь светлая ткань вот здесь она тоже выполнена под замшу очень очень светлая даже светлее чем песочек и внутри вот такой вот замечательный подклад очень очень светлый здесь также идут колечки вот тогда для маркеров очень тоненькие такие золотые симпатичное колечко она очень светлая я назвала эту сумочку суфле потому что она очень воздушная воздушная нежная для тех кто любит очень светлые спокойные оттенки вот такая вот замечательная вот эта серия состоится из трех сумочек которые могут быть вот видите по размеру по высоте разные по узкому это более низкая широкая глубокая то есть вот такая вот замечательная с такими ушками ушки мне эти нравятся потому что удобно закрывать не страшно брать руками ну мы конечно рукодельницы никогда не принимаемся за свое вязание с грязными руками мы это все чистим и моем ну и естественно новые расцветки которые пришли это все новое то что я купила из новых коллекций очень яркая это цветочное лето я назвала эту серию здесь также раз я поиграла с размерами и высотой и шириной это самая такая крупненькая суп сумочка вот такие вот цветы просто поднимается настроение яркое вот такое дно и вся серия цветочная выполнена вот с таким белым подкладом аналогично здесь идут два больших кармана отделение для спиц вот такая белая белая колечко для маркеров все подобрала в тон каждую сумочку я шью так как я бы хотела видеть ее у себя то есть настолько продумываю все чтобы это было гармонично красиво и глаз радовался когда ты берешь вот такую вот сумку пусть рукоделие нам приносит не только физическое моральное эстетическое удовольствие немножечко такая же поменьше поуже для тех кто любит поменьше проекты летом можно вязать различные работы и крупные мелкие но даже если это зима холодно хочется настроение поднять аналогично также будет веселить нам глаз вот такие же кармашки то есть вся эта серия одинаковая в том что здесь одинаковый подклад и кармана здесь такие же бусины симпатичные то есть вот эти вот сумки они практически одинаковые только по размеру отличаются это большая это более средняя ну и чтобы не было грустно вот такой вот солнечной серии цветочной а вот такую вот небольшую выполнила малышку она не совсем маленькая у меня были еще меньше сумочки но вот эту я решила выполнить полностью цветы и для того чтобы дно не было марким я вот такое синее донышко выполнила в унеслом молния такая темная и конечно так как это все из одной серии здесь идут карманы отличается кармашки здесь в том что в этом идет одно отделение для спиц и косой карман куда можно положить ножнички для удобства белые белое колечко для маркеров синие такие удобные бусины и такое донышко чтобы не было марки для того чтобы можно было положить на любую поверхность кстати вот у меня проектные сумки огромные потому что как бы есть и средние я вижу разные проекты но почему то вот таким небольшие они меня умиляют не знаю вот кстати удобно когда ты вяжешь шапку или там носки для тех кто вяжет например крючком летом крючок и белый хлопок или что-либо такое не занимает много места поэтому вот такие вполне достаточно можно будет помещать такие небольшие проекты ну и конечно я люблю разные оттенки яркие и достаточно такие огонь прямо когда горит тут прямо вот но иногда ты конечно устаешь я люблю и натуральные природные цвета люблю очень много оттенков что на работа связана с этим и нельзя сказать что я люблю только розовый цвет и все я люблю все цвета которые есть мире полутона и так далее и еще одна серия это серия последняя которую я покажу начну с самой большой я решила из этой ткани выполнить самую огромную которую у меня есть из всех серий и коллекции которые я выполняла шила это вот такая вот ткань мне она очень понравилась потому что это это лен лен натуральный внизу хлопок вот эти ткани производит америка я уже говорила и внутри сейчас покажу внутри я сейчас объясню почему такую здоровую выполнила я хотела сумочку которые можно вместить для тех рукодельниц которые вяжут грандиозные большие такие проекты пальто кардиганы и так далее то есть настолько она вместительна что вот по вместительности я покажу вам я сюда поместила свою бобинную пряжу здесь у меня поместилось три бобины в сумку вот видите две большие огромные бобины я не стала их распаковывать вот то есть три здоровые бобины сейчас очень модная тенденция вяжут девочки многие с бобиной пряжи иногда невозможно куда-то и положить чтобы она не пылилась это кстати очень удобно когда ты вяжешь с бобиной пряжи и здесь у тебя все есть и подклад я выполнила тоже из льна то есть это сумка абсолютно натуральная вся как любят некоторые все из натуральной ткани несмотря на то что здесь такое донышко этот горох который имеет такой определенный оттенок в унисон вот этой ткани очень смотрится ну не знаю она классная вот и тактильно она очень приятно и естественно для того чтобы не было никаких эксцессов на вот по заминанию здесь вот такие язычки два симпатичные мне очень понравилось так как эта сумка большая и в этой сумочке я выполнила карманы здесь немножко я поиграла с тем что можно выполнить совершенно по-другому сумка плюс практически органайзер ну громко сказано но все равно я просто покажу здесь идут два огромнейших кармана один карман который можно поместить листок а4 сложенный пополам либо блокнот такого же формата идет колечко для маркеров и здесь кармашек на молнии как я выполняла на своей дорожной сумке проектной с таким карманом внутри можно будет поместить здесь крючок например для спиц ключи да когда мы измеряем вот здесь можно ножнички конечно здесь все будет в таком подвешенном состоянии только закреплена для того чтобы они не болтались по дну карман очень глубокие и в одном отделении здесь можно спрятать спицы или крючок если он довольно таки небольшой и закрыть но на молнии то есть одно отделение отделение спиц будет спрятана именно внутреннем кармане и есть еще одно отделение которое можно поместить огромнейшие вот спицы сюда положить они более длинные могут быть почему я выполнила такую вот как бы модификацию внутренней части потому что я поняла что когда ты вяжешь большой проект и тебе подходит например время когда тебе нужно снять с одних спиц на другие и у тебя должны новые там чулочные либо для того чтобы закрыть очень много маленьких мелочей вот и очень удобно сложить все для одного проекта вот в такую здоровую сумку и держать вязать во время того как ты вяжешь этот процесс сохранить его в такой сумке и бывает так что кардиган практически готов тебе нужно закрывать рукава мы сталкивались с дочерью с такой ситуацией потому что кардиган который практически весь связан корзинки которые мы использовали дома мы это все складываем он из корзинки весь вот так вот вываливается у нас кошка везде это шерсть садится то есть как бы такие вот сумки очень удобные я купила ткань уже дочери пошить тоже такую огромную и так как ткани я брала с таким запасом я вот еще выполнила вот такие две малышки мне понравились как вот это цветочное летние по размеру может быть чуть чуть выше и немножечко уже но донышко у них у всех очень огромное в одной сумочке вот такое серое дно а в другой вот такое темное синие вот это уже на любителя кто как захочет здесь унес он идет серая лента для закрытия с бусины и здесь темная молния для того темно-синие вот как идет само донышко кармашки здесь тоже довольно таки глубокие вот внутри подклад весь льняной все натуральное кроме донышко то есть как бы донышко можно будет слегка протереть если там где-то что-то какие-то пятнышки но довольно таки удобная тоже для небольших проектов те которые первые я шила они намного меньше это можно сказать так я их называю малышками но довольно таки вместительные потому что здесь можно поместить шапку или даже шарф такой небольшой вот эти вот две малышки малышки я их называю они еще классные вот тактильно мне очень нравится эта ткань здесь текст на французском написано поэтому всю эту серию я назвала французским названием ботаник и каждая дала название по донышку ну а это огромная она натурель самое натуральное что есть хлопок и натуральный лен для любителей натурального всего всего натурального вот над чем я работала все теперь я сажусь вязать желтый свой свитер и жду когда я его быстрее закончу не жду а буду стараться чтобы связать и закончить потому что меня ждут в голове проекты я еще мужу обещала связать большое изделие поэтому я думаю что все таки я примусь все таки за вязание все на этом я с вами прощаюсь спасибо что досмотрели до конца пишите в комментариях что бы вы хотели знать хотела вот кстати сказать вам ответы девочки спасибо огромное кто писал в комментариях и кто просил мастер-класс по сумочкам я сшила эти сумочки не по мастер-классу я пользуюсь смотрю постоянно сайт пин интерес там очень много идей так как у меня есть навык по шитью мне нужно было просто ну схематично видеть что это за сумка как она шьется то есть я не шила по мастер-классу сама мастер-класс я не в состоянии сделать потому что у меня рабочее место когда я шью она очень неудобная и по свету и по всему остальному по раскрою поэтому показать мастер-класс к сожалению я не смогу скину ссылку пин интерес где я смотрела и видела сумочки там кстати очень много разных идей по маленьким косметичкам которые у меня тоже в задумках по органайзерам по всему остальному листайте смотрите там очень много идей кто шьет и у кого есть навык я думаю что не составит абсолютно никакого труда а уже додумать до дофантазировать как вы хотите любую сумочку выполнить это уже как бы ваши идеи будут ваши индивидуальные сумочки а так всех благодарю кто писал комментировал огромное всем спасибо спасибо за все поздравления которые были 8 марта я была занята не успевала всем отвечать поэтому спасибо кто смотрит мой канал всем до новых встреч я думаю уже будет видео про вязание со всеми прощаюсь пока